Музыка Это Чесменская бухта Чесменская, да При этих словах Чесменская бухта Сразу возникает картина Айвазовского Чесменский бой И Чесменская церковь у нас в Питере Это событие произошло 5 по 7 июля 1770 года Турецкая эскадра была разбита Двумя эскадрами русских кораблей Но сейчас не об этом Давайте наслаждаться красотой Мы поселились в прекрасном месте Сейчас покажу Так, вот это студия Сразу скажу, что мы занимали два номера Студию и апартамент Значит, вот телевизор Стол Кухня Здесь вот большая посудомощная машина Стиральная машина Блита Вытяжка Да, все на месте Холодильник просто огромный Плюс маленький диванчик Огромная кровать Шкафчик с сейфом Прекрасный туалет Большой душевой кабиной Так, вид на соседний отель Правда, в этом номере Ну, и с другой стороны Прекрасный вид на пляж Здесь вот вывеска Мерд отель Он идет задом Он идет в бухту Это самое А это я снимаю паром С балкона своего апартамента Где еще можно лежать на кровати И наблюдать за проходящими кораблями Так, вот это спальня Мерд отель Тут шкаф Все полки Си Так, вот, собственно, кровать Кондиционер Телевизор С удобной очень полкой под телевизором Можно все класть А здесь находится еще одно спальное место Здесь во многих местах Такие кровати Кландоры вот так вот выдвигаются Они вот так вот выдвигаются И там уже внутри видно матрас Просто мебель А на самом деле спальное место Для ребенка Хотя, может, и для взрослого Апартамент находится прямо на берегу моря И представляет из себя такое шикарное жилище Прямо скажем С прекрасным видом Который я уже три раза снимала Я каждый раз, каждое утро снимаю Здесь находится Телевизор Это гостиная, она же кухня Так, вот тут у нас Ой Вот тоже такая же система Тоже такая же Типа кровать еще дополнительно Под телевизором Интересно, у них конструкция И это все сделано Как такое полка под телевизор Очень эстетично И удобно Здесь у нас прекрасный стол На четверых Огромный холодильник на кухне Вытяжка Стиралка Посудомойка Тоже она так не очевидная Посудомойка Находится вот здесь Техника Бош Вся фирменная Очень хорошая Тут тоже есть шкаф Для тех, кто проживает В этой комнате Этот апартамент дорогой Стоит 100 евро Но здесь могут жить Одновременно 4 И даже 5 человек Все очень удобно Ванной не показывана Такая же, как в студии Так, здесь мы выходим Ну вот, сбылась мечта Окупаемся в Средиземном море Наконец мы дошли до пляжа Доехали, разместились Красивое место вокруг Бухточка такая Вчера мы уже погуляли по городу Сегодня мы купаемся В море Вот так вот примерно Обстановка на пляже Народа мало Кругом оливковые деревья И пляж очень мелкий Я такие не очень люблю Но потом мы придем в другое место Сначала мелкий такой песок Ракушечник А потом вот такие камни Внутри Очень неприятный заход Тут уже надо путь Это пляж Это пляж, который находится Прямо у отеля Никуда не надо ехать Вышел и купайся А завтра мы поедем с вами На лучшие пляжи Но они далеко Рядом с нашей гостиницей Такая прекрасная надпись От Татюрка Давайте прогуляемся вдоль набережной Чешме Она протянулась вдоль сей бухты А пристань для яхт в Чешме Одна из самых больших в Турции Она может вместить 400 лодок Эта набережная очень популярна у туристов Потому что здесь расположено Большое количество кафе, ресторанов и магазинов А также огромное количество Маленьких и побольше отелей Цена во всех отелях Выше 100 евро за ночь Хотя качества этих отелей Очень различные Нам очень повезло с отелем в Чешме Я вам показывала этот отель Из-за того, что отель был очень комфортный Мы не стали переезжать Ни в Волочеты Ни куда-то еще А так и оставались в этом отеле Все три ночи Я вам расскажу о некоторых достопримечательностях Чешме По пути нашей прогулки А пока просто пройдемся И полюбуемся тем, что видим КОНЕЦ 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 Вдоль сей набережной Стоят такие туристические лодки И около каждой написана программа И время, расписание Когда она отправляется На экскурсию Можно посмотреть Да, первая Леди Мэр Интересно И смел И на ню Это просто шутка Мы не знаем, кто это А по-турецки мы прочитать не можем Если вы обратили внимание То в городе достаточно ветреное Это особенность климата Чешме Чешме имеет богатую историю Здесь когда-то жили греки И до 1922 года Город имел преимущественно греческое население Мы подошли к самому центру Чешме Где расположен замок Замок имеет прямоугольную планировку Окружен с трех сторон Рвами и шестью бастионами Сейчас здесь есть археологический музей И имеется небольшая экспозиция оружия Этот замок был построен вероятно генуэстами в 14 веке А потом перестроен в 16 веке основанными Это главная достопримечательность города Это, видишь, девушка из Турции Вот такие у нас девушки в Турции Нормально Здесь все можно на самом деле Это европейское место Девушки раздетые Никто не в паранжах Но есть, конечно, некоторые Но светская города Для меня Крутенькая улица вдоль крепости И по ней можно подняться в город На этой площади прекрасно видно мечеть Чешми А здесь мемориал в память о погибших в Чесменской битве Там написано мучеником Чешми По крайней мере, так перевел переводчик А это памятник крымскому хану Султану Каплан Первому Герая Он был смелым человеком Но все его походы оканчивались неудачей Умер он в Чешме в 1738 году А здесь люди просто любуются закатом Сидят на этих скамеечках и созерцают Внизу есть кафе И могут принести им что-нибудь Выпить или поесть Пойдемте О, какие собаки Да, чешминские собаки Природа Субтитры подогнал «Симон» Мы думаем, что это... Зиранбанк Но, по-моему, это не он Это другой банк А тут есть мир? Мира нет Вот здесь есть Нету мира майского Вот Просто что это за банк? А это тот, который в аэропорту был Думаю, из банк Из банк Ну, не на сто процентов Сигурин Действительно, это здание бывшей греческой церкви После восстановления и реставрации Здание используется как культурный выставочный центр Ну, ладно, я не думаю, что мы что-то будем покупать пока Ну, тем более, как тут кручено А это мусор-пудыжник А, ладно Какая? Еще, еще не забываю Ух, шмах, какая молочка Ух, не Ну, вот, смотри, здесь красивее Дрова Хорошо, дрова, это дело житейское Да? Почему, Витя? Один евро примерно А у нас хлеб кончился, а у нас лично Салат есть Да, да, да Чес? Супер Один, два, и больше Три, четыре, пять, шесть, семь, шесть Окузо, да Окузо Окузо И бред А, нет, хорошо, окей Так, все, дранай улочку Вот, Витя, мы уже пошли Вата Ой, нет Ой, нет Толина Молодец 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Надеюсь, мне удалось передать атмосферу этой улице. Сейчас уже вечер. Дело идет к закату. Но на улице многолюние. Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры подогнал «Симон» 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 вот вилочки ложечки все есть так вот мы наша дружная команда решила поесть турецкой еды нынче завтра у нас спокойно тысячи и денег с карты мир дубль 3 зерат банк а здесь может быть можно просто поднести подноси попробуй сработали наших срабатывает а вот что-то тоже показала а а какой язык как как бы взять как узнать какой язык не по моему не получилось не погоди то не марк бус карт а оба леневич все интенсию русский пожалуйста пароль неверный номер карту здрасте значит не даст подожди как это неверное номер к подожди так чтобы не взбивать все очень-очень просто теперь мы все сыты гуляют вот здесь можно кофе чай попить да я думаю на турецкий номер не знаю можно да пошли-пошли сейчас зачем да это вот это вот закусочная просто надо вот здесь наверное посмотреть вот такое меню красивое вон тут ходят люди вон тут ходят люди наши прогулка завершилась завтра мы будем ездить по окрестностям чешме искать прекрасные пляжи мы выехали после завтрака который мы готовили сами в своем отеле я сняла еще несколько отелей чтобы посмотреть как отличаются цены эти отели находятся не на первой линии на заправка смотрим 40 76 48 39 26 все больше 40 так разброс цен на бензин на 37 до 40 лир примерно примерно тут уже отельчик какой-то а затем поверните направо а лачити а лачити это че такое с хвостиком или а лачити а лачити так мы едем на пляж и решите справедливо поверните налево а лачити но тут очень так элитно красиво тенистый бус вот сюда нужно повернуть направо Сосны, сосны, сосны. Вилы, вилы, вилы. А море было, наверное. Это классно. Знаете, что тут красиво? Мне нравится, что это за пасёк. Да, давай, первонка. Знаете, что это какая? Дугенбиле. А кто домашнего? Видит. Эти турецкие бублики называются семиты. Когда-то они стоили 2 лиры, а теперь от 8 до 10 лир. Мы остановились на платном паркинге 80 лир до 10 вечера. Идём сейчас на пляж Илика. На карте этот пляж находится ближе к Калачити, чем к Чешме. И найти его довольно просто. Ну что, вот пляж с белым песком. Заход песчаный. Да, да, здесь заход песчаный. Только я не вижу, где зонтики с лежаками. А, но все сидят вдоль стены, поэтому мы тоже можем занять. Вон там есть свободная стена. Тень вот. Садись, ложись, и будет тень. Пляж просто огромный. Но ни кафе, ни лежаков, ни зонтиков, ничего нет. По крайней мере, в той зоне, где мы вошли. Передевалки. И вот кран с водой есть. Туалета здесь как-то не заметила. Ветер просто шквальный. Посмотрим песочек и водичку. Песочек беленький, но не очень чистый. На пляжу вот такие волны. Водичка теплая, но очень мелко. Надо вот такого бирюзового просто цвета. Но плавать здесь как-то некомфортно. Пляж хороший, но мне не зашел. Я люблю больше маленькие, уютные пляжики. С кафешками, без волн. Где можно поплавать. И на такой пляжик мы сейчас отправимся. И пальмы, и виллы. И это все около пляжа Ильика. Чудесно. Что бы я так жила? По дороге увидели Старбакс и не могли проехать мимо. Заехали попить кофейку. Обошлось нам это примерно в 20 евро. Так, едем на пляж с бирюзовой водой. Мы едем на пляж Винне. В логине. Это бич клубы, я думаю. Тут без конца. Видишь, они одни клубы. Да, мы находимся в Сиро-пич-клуб. Тихая, спокойная вода. Никакого ветра. На 250 турецких лир это как-то слишком. Мы приехали поздно. Ненадолго. Скидку нам не дали. Случайно пообщались с местными жителями. Это не территория бич клуба в этом? Нет, конечно. Мы только что заплатили ради, когда дошли. Не, но он хотел, чтобы мы заплатили, но мы не заплатили пока. Мы как-то... Здесь вообще-то государственное. Да? Вот видите, как полезно было с вами поговорить. Да, спасибо, что сказали. В общем, если пройти за территорию бич клуба, то можно загорать и купаться совершенно бесплатно. Конечно, здесь нет никакой инфраструктуры. Ни туалета, ни кафе, ни спасателя. И довольно грязно. Заход в воду камни и заходить очень неудобно. Можно сказать, что это совершенно дикий пляж. Но вода кристально чистая и бирюзовая. Вешага Медска Рис Брязно Медска Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небольшая фотосессия на память, место отличное, требуются небольшие вложения и желание привести все в порядок. И можно сказать, бесплатные. А, так, слушай, они вообще вон там даже расположились. Это все бесплатные. Вон там. Странно. А как же этот бич-клаб, если он... Фактически они все сидят бесплатно. Они ходят с лежаков через них. Да, абсолютно странно. Да. Вот нас машина завезла в такую улицу. Вообще непонятно, зачем. Вообще просто непонятно, как будто здесь нет других улиц. Тут только что люди вот ходят, пешеходы. И мы тут как-то... Мы у нас привезли в самый центр. Ну да? А зачем? Да. Видишь, какой... Это как водная улица. Тут пешеходная улица, да. Он тебе и говорил, что там стоит этот самый. Ты там не проедешь. Ну, может быть, есть. Ну ладно, пошли. Вон там уже сбоку есть. Уткнемся, разберемся. Да. Просто мы... Ты извиняешь, я на нервной площади откусила губ. Ну ладно, мы тебя прощаем. Просто сейчас ты ему ногу отдавишь. Он вон сидит. Не смешно. Это не смешно, сори. А то ты там не пройдешь. Да ты что, через кафе, что ли, пойдешь? Я же могу идти налево. Спасибо. Спасибо большое. Извините. 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 В конце улицы стоял маленький грузовичок, припаркованный. И нам совершенно невозможно было повернуть налево. Собралась вся улица, все советовали, помогали. Но никому не пришло в голову убрать грузовик. С большим трудом нам все-таки удалось выехать. Один из присутствующих вызвал сопроводить нас до отеля. Этот человек провез нас совершенно бесплатно, за что ему большое спасибо. И еще мы поняли, что наш навигатор не так хорош в Турции, как в Европе. Так, мы покидаем Чешме. Сейчас 11.18. Наша новая локация будет находиться за 100 километров отсюда. И я вам ее покажу. Наши планы немного поменялись. Сначала мы хотели поехать в деревню Лачиты, но потом решили этого не делать и направились в сторону Бодрума. А остановку мы эту сделаем через 100 километров в поселке или в городе Кушедасы. Или Кушедасы, не знаю. За ударение сразу прошу меня изменить. А сейчас навигатор нас повез через центр. Мы сначала были этому не очень рады. Но сейчас это получилась неплохая прощальная прогулка. Спасибо всем, кто был с нами. Ждем вас в следующей серии. Класс! Вот опять красные флаги. У нас тут пирамида красных флагов. И мы сейчас на этой пирамиде. Вот там у тебя есть указатель. Вот мы сейчас на магистралу на Измир уже, я так чувствую, поворачиваем. Бутала Чити тоже тут даже. Тут есть все широкие улицы, оказывается. Я так и не думала. Вот так есть. Вот кафе, вот заправки. Все есть. Сейчас еще обязательно. Первый съезд.